В Гродзенской области открыли первую плясовку для гульней Боча. Дети с засобливостями развития сейчас могут займаться видом спорта, которые включены в программу летних параолимпийских гульнях. Новая плясовка, обсталеванная у ответственности с международными техничными параметрами, разместилась в Василишковском детском социальном пансионате Васильки из Чучинского района. Ее заявление посаденчала спецпрограмма Special Olympics, которую поддерживал президентский спортивный клуб. Мэтты проекта Special Olympics, який протягивая працаваць у Беларуси, сформироваць спартыунные навыки у дятей с осабливостями развития, да помахчы их реабилитацией прасфизичную культуру. Дякуючы таким заходам юные спортсмены тренируются, усилу махчимостей удельничаюць уз поборнествах республиканского и международного узроунив. Усяго в проекте 9 дисциплин – футбол, настольный теннис, лыжи, боча-спорт, боулинг и не только. Открылась вторая в республике уникальная площадка по бочу-спорту. На ней будут тренироваться спортсмены Special Olympics. Это воспитанники домов-интернатов и школы-интернатов для детей с особенностями психофизического развития. Для нас очень важно сегодняшнее событие тем, что именно на базе этого интерната несколько лет назад мы провели первый семинар по бочу-спорту. И здесь вот на этой площадке, где было открытие, стояла импровизированная площадка. И мы первый раз попробовали обучить детей, немножко учились вместе с ними вот этому интересному виду спорта. И самое важное, что этот вид спорта доступен людям, которые имеют определенные особенности развития. Поэтому открытие настоящей профессиональной площадки, которая построена с учетом всех международных требований, на которой мы можем соблюдать все спортивные правила Special Olympics, это для нас очень важное событие. В категории лиц с особенностями развития наших спортсменов, мы называем просто их спортсмены Special Olympics, доступно более 100 видов спорта. Просто мы не все знакомы с этими видами спорта, и мы не пробовали обучать их этим видам спорта. Поэтому это один, я бы сказала, из многих видов спорта. Просто в Беларуси до сих пор не было спортивных объектов, и не было тренеров, которые были способны подготовить ребят и провести соревнования. И вот летом в этом году мы провели соревнования международного уровня на первой площадке в Рудинской школе-интернате. И сегодня мы надеемся, что такого же плана соревнования будем проводить и в Гродинской области. Мы подписали план двухсторонних сотрудничеств. Он рассчитан на каждый год, и с каждым годом мы в том числе пересматриваем некоторые вопросы по проведению соревнований и финансированию. Но, естественно, в пользу увеличения финансирования для того, чтобы улучшать само качество проведения соревнований. Данный вид спорта Боча, он наиболее оптимален для проведения тренировочного процесса для деток, занимающихся по программе Special Olympics. Ну и, в принципе, намного проще педагогам провести соответствующие тренировки. А сам вид спорта культивируется по всему миру. Ребята, занимающиеся по программе Special Olympics, они принимают участие в соответствующих соревнованиях. Да, раньше, до ковидной ситуации, мальчишки и девчонки принимали участие раньше, в том числе и на самих специальных олимпиадах. Сейчас, к сожалению, выезд наших ребят за рубеж ограничен. Но мы в данных условиях все больше контактируем с нашими российскими партнерами, где данная программа развита на самом высоком уровне. И россияне, после того, как мы попали, в том числе после известных политических событий ограничения со стороны Евросоюза, в том числе эти детки получили запрет на выезд. Вот россияне как раз-таки нам оказали, подставили плечо, не только приглашая на свои мероприятия, но и проводя различные семинары, приглашая наших педагогов в Российскую Федерацию, приезжая к нам на соревнования. И этот процесс стал намного усиленнее. И наша команда национальная всегда и сейчас является на лидирующих позициях, принимая участие в соревнованиях. Больше гульня у шары одночасово, якая нагадывает гольф и бильярд. Ее доступны детям и дорослым с самыми тяжкими формами ДЦП и порушениями опорно-рухального аппарата. Особливые гульцы могут тренироваться и рыхтоваться до споборництва, сидячи у инвалидной колясцы и на кресле. Тут важная не столько физичная сила, сколько спрыт и умение думать логично. С нового до открытия новой плясовки прошли инклюзивные споборництвы, у которых приняли удел команды партнеров. Так само для детей были организованы спортивные и забавляльные программы.